Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Заходим с Android на Google Play. Пишем в поисковике Prism Space. Выходит вот это приложение. Нажимаем на кнопку «Установить». После полной установки нажимаем «Открыть». Читаете юридические условия. Ставим галочку, что я прочитал и согласен с условиями. Нажимаем «Продолжить». Вам предлагают придумать пин-код. Это будет ваш пароль для входа в это приложение. Не менее 10 символов. Буквы на латинице с малого регистра и с большого регистра. Обязательно цифры и спецзнаки. Расположение набора цифр, знаков и букв не имеет значения. Например, 916.net.sobaka.working. Пароль должен быть сложным и не содержать ваши инициалы, дату рождения или номер телефона. Сразу же записываем этот пароль в блокнот, пока вы его не забыли или не потеряли. После этого вставляем его в первом поле и дублируем его во втором поле. Обратите внимание на то, что ваши пароли от этого приложения и от ваших кошельков при подтверждении транзакций вставляются в зашифрованном виде. Об этом можно прочитать в Google Play перед скачиванием этого приложения. Пиринговое приложение для работы в сети PRISM. Нативный кошелек с функциями сетевого узла, поддерживающего эллиптическую криптографию для подписания изменений в информации о балансе пользователя. Все криптографические функции производятся на устройстве пользователя без передачи закрытых подписей в сеть. Безопасным можно считать то устройство, которое используется исключительно для работы с кошельком PRISM и не содержит каких-либо иных потенциально опасных приложений. Далее можете прочитать безопасность данных. Нажимаем на кнопку «Продолжить». Чтобы войти в свой кошелек, в этой строке вставляем либо открытый адрес от вашего кошелька, либо публичный ключ от него. Если вы уже имеете холодный кошелек PRISM VALLET, обратите внимание, что для входа в ваш кошелек парольную фразу не запрашивают. Нажимаете «Войти». Это главная страничка вашего кошелька. Тут отображается баланс, то есть количество монет в вашем кошельке и адрес этого кошелька. Ниже три кнопки «Получить», «Отправить», «Выйти». Как управлять этими кнопками, смотрите дальше в этом ролике. А вот внизу есть также несколько кнопок. Первая кнопка – это главная страница, на которой мы сейчас находимся. Нажимаем на вторую кнопку или прокручиваем экран справа налево. В этом приложении вы можете наблюдать, как генерируются новые монеты в вашем личном кошельке на парамайнинге. Очень приятное и, главное, мотивирующее зрелище. Ниже – количество дней кошелька в холде. Еще ниже – последний сгенерированный блок в блокчейне, то есть высота блока. Далее – включен или выключен холд. Чтобы его подключить и стать администратором сети блокчейна PRISM, нужно установить ноду на компьютер и подключить кошелек к форжингу в ноде. Об этом подробно я рассказывала вот в этом ролике. Далее – последний добытый блок этим кошельком и структурный баланс под этим кошельком до 88 уровня. Нажимаем на следующую кнопку. Тут видим записи ваших транзакций, о поступлениях и вывода монет с вашего кошелька. Эти записи также автоматически прописываются во всех нодах у всех пользователей в их нодах. Поэтому их нельзя ни удалить, ни изменить. Именно эти настоящие записи о совершенных транзакциях прописываются во всех нодах одновременно и составляют историю всего блокчейна PRISM с момента его запуска с 2017 года. В следующем разделе отображаются неподтвержденные транзакции в блокчейне, то есть транзакции, которые либо отклонили другие ноды, либо транзакции, не прошедшие 10 подтверждений другими нодами. А в последнем разделе PIRы, то есть адреса нод, с которыми общается ваш кошелек в данный момент. Именно эти PIRы являются гарантами для подтверждения ваших транзакций. Здесь вы видите только несколько PIRов, но в сети блокчейн их несколько десятков тысяч. Поэтому эти адреса PIRов у вас тут будут постоянно меняться. Если у вас еще нет кошелька, то вы можете его создать в этом приложении. Для этого создаете набор латинских букв с пробелами с нижнего и верхнего регистра не менее чем из 115 символов, например, в каком-нибудь текстовом документе. Пробел тоже считается символом. Копируете его, чтобы сохранить на дополнительном носителе в виде флешки. Обязательно распечатайте эту парольную фразу на бумажный носитель. Храните в недоступном месте. Помните, что и флешка, и телефон имеют свои сроки годности. Потеря парольной фразы от кошелька – это потеря ваших монет, так как она будет храниться только там, где вы ее сохранили и больше нигде. Парольная фраза не восстанавливается, запомните это, потому как вы не привязали ни кошелек, ни приложение ни к своей электронной почте и ни к телефону. Прежде чем пополнять новый созданный кошелек монетами, зайдите несколько раз в кошелек по парольной этой фразе и убедитесь, что и адрес кошелька, и публичный ключ от этой парольной фразы – одни и те же. После того, как создали парольную фразу, и только после того, как вы ее надежно сохранили, нажимаете вот на этот значок. Нажимая на него один раз, выходит «Вставить адрес или публичный ключ». Нажимаете второй раз на этот же значок. Предлагается создать кошелек, то есть ввести парольную фразу. Вставляете в это поле заготовленную парольную фразу и нажимаете «Создать». Приложение выводит вам уведомление о том, что по этой парольной фразе для вас сгенерируется адрес и открытый ключ для вашего нового кошелька. Для этого нужно нажать на кнопку «Дальше». Сохраните адрес и открытый ключ в записной книжке так, чтобы вы знали, что эти реквизиты именно от этой парольной фразы. Вот эта кнопка – это записная книжка для ваших кошельков. В ней хранятся ваши пароли от ваших кошельков в зашифрованном виде. Нажимая на зашифрованный пароль, он расшифровывается и вставляется в поле для входа в кошелек по парольной фразе. При этом он нигде не сохраняется и никуда не передается. Если вы хотите удалить какой-то зашифрованный пароль из этой парольной книги, то нажмите на него и выдержите паузу до выхода записи на удаление. Нажмите «Да» и пароль удалится с записной парольной книги. Если вы хотите создать еще один кошелек в приложении, нажмите «Создать новый». Кнопка «Резерв» позволяет сформировать документ данных кошелька в формате PDF, вот в таком виде. Этот документ нужно распечатать только на личном принтере. Также его можно сохранить на телефоне. В каждом телефоне есть иконка на сейф под дополнительным паролем от мошенников для хранения секретных данных. Пароль от этого приложения должен быть сложным, единственным только для этого сейфа и не применяться больше нигде. Не вздумайте хранить ни этот документ, ни пароли на электронной почте, в мессенджерах, в соцсетях и, конечно же, не в буфере обмена. Сохранность ваших активов зависит только от вас, от того, насколько вы серьезно относитесь к безопасности ваших данных. Теперь переходим к самому главному. Пополнение и вывод монет с кошелька через это приложение. Конечно, самый безопасный способ вывода монет с кошелька – это через установленное программное обеспечение на ваш компьютер Prism Core, то есть через ноду, так сказать, через лично ваш сетевой узел. И так как у меня установлена нода на моем компьютере, поэтому лично я в этом приложении для отправки монет буду пользоваться только транзитным, так сказать, боковым кошельком, который я создала под основным кошельком, под которым уже есть структурный баланс до 88 уровня. Под таким боковым кошельком, даже без подключения его к холд-статусу, очень удобно строить еще одну свою боковую структуру. Хоть веером, хоть паровозом, активируя с этого бокового кошелька только что созданные без единой транзакции кошельки тем, кому вы рассказываете о выгоде применения всемирной баловой системы лояльности ПЗМ для любого бизнесмена на Земле. Ведь мне, да и вам, это приложение просто необходимо для того, чтобы отправлять и получать монеты в салонах и магазинах, в которых уже подключена программа всемирной баловой системы лояльности ПЗМ. Нажимаем на кнопку «Получить призм». Выходят публичные реквизиты вашего кошелька, адрес, публичный ключ и QR-код. Вы можете скопировать публичный ключ и адрес кошелька по отдельности в буфер обмена. И уже с буфера обмена отправить реквизиты вашего кошелька. Нажав на кнопку «Передать», у вас появится просто шикарная возможность поделиться снимком с вашим QR-кодом публичных данных кошелька в личную переписку в любой мессенджер, который у вас установлен на телефоне, Telegram, Viber, WhatsApp и так далее, или любую соцсеть. Это просто шикарная функция. Эта функция упрощает отправление монет на ваш кошелек по вашему QR-коду с любого устройства с любой точки мира за несколько секунд. Следующая кнопка «Отправить призм с вашего кошелька». Нажимаем и видим в верхнем правом углу две кнопки, чтобы отправить по реквизитам и отправить по QR-коду. Если вы отправляете монеты по реквизитам для активации кошелька, на котором нет еще ни одной транзакции, то вам понадобится не только адрес кошелька от него, но и публичный ключ. Если кошелек уже активирован, то есть в кошельке есть записи о транзакциях, то вам понадобится только адрес кошелька. Открытый ключ в этой ситуации прописывается автоматически. Эти реквизиты вы можете скопировать с любого мессенджера или соцсети, на который вам их выслали. Отправка монет по QR-коду. Это самый современный и легкий способ. Например, вам начислили скидку за товар или услугу 20% от стоимости товара или услуги. Допустим, это равно 1000 баллов ПЗМ. Входите в это поле 1000, нажимаете на эту кнопку и наводим на распечатанный QR-код в магазине или их интернет-сайтах, в кафе или барах, в салонах на рецепшене или спецстойках, где распечатан их QR-код. Либо наводим на QR-код с вашего телефона на их телефоне. После сканирования QR-кода реквизиты от торговой точки автоматически пропишутся в приложении. Проверяйте все эти заполненные данные и количество монет, которые вы хотите отправить. После этого вставляете парольную фразу от вашего кошелька в это поле, чтобы подписать транзакцию вашим приватным ключом, который прописывается тут в зашифрованном виде. Нажимаем «Отправить призм». После скачивания этого приложения на вашем телефоне появится вот такая иконка. Запомните, что других приложений Prism Space для андроида больше нет. Нам очень важно ваше мнение о приложении, поэтому пишите отзывы на Google Play после его скачивания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, выскажите, пожалуйста, в комментариях под роликом свое мнение о доступности изложенного материала. Все ли вам понятно? На этом у меня все. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.